Чувашии дети-сироты смогут получить жилищный сертификат с 21 года. Сегодня депутаты Государственного совета приняли поправки в оригинальный закон. Напомню, ранее получить подобный документ и воспользоваться им для приобретения квадратных метров они могли по достижении 23 лет. В законе также расширен перечень обстоятельств, при которых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется жилищный сертификат. Это прохождение военной службы по призыву, наличие инвалидности первой и второй группы, а также уход за инвалидами или престарелыми. Министр строительства Чувашии Павел Данилов отметил, что на обеспечение жильем детей-сирот в бюджете на этот год и на плановый период до 2025 предусмотрено почти 660 миллионов рублей. Механизм выдачи субсидий на приобретение квадратных метров был запущен два года назад и, по словам министра, неплохо себя зарекомендовал. Сертификаты получили 140 детей-сирот, 111 им уже воспользовались. Учтен и еще один момент. Социальную выплату можно будет направить на погашение кредита полностью или частично, если по достижении возраста получения этого документа человек будет проживать в ипотечной квартире. К тому же использовать сертификат можно на территории всей республики. По данным органам местного самоправления, 33 лица из детей-сирот, достигших возраста 21 года, готовы улучшить жилищные условия с помощью жилищных сертификат. Это почти 93,6 миллионов рублей. Ожидается, что указанные расходы будут ущеряться в пределах лимита бюджетных ассигнований на обеспечение жильем детей-сирот, предусмотренных на 23 год закон о республиканском бюджете. Продолжение следует...